Как долго я не записывал Clash Royale? Правильно, ответ очень долго. Если честно, то последний ролик по Clash Royale вышел более двух месяцев назад, и за это время в игре много чего поменялось. Я стал старше на три месяца и умнее, хотя со вторым можно поспорить. А игра перенасытилилась лютыми задротами. Я как донатер, который в играх ничего не делает, кроме как открывает легендарки и разряд, называет молнией, могу сказать, что в этом царстве мне не выжить. Но за всё это время некоторые до сих пор ждут Clash Royale. И ребят, я не мог подвести вас. Что мы будем делать? Значит, первое, потратим деньги. Второе, продемонстрирую вам игру профессионалы. И третье, вы, как и я, потеряете пять минут своей жизни. Так как комментов в последнее время насчёт Clash было ну очень много, мне пришлось зайти в игру, и это было сложно. Но я справился. Первое, что меня удивило, была арена. Я до сих пор сижу на седьмой, и это на самом деле круто. Я понимаю, что сейчас в комментах будут писать боги игры с восьмой по десятую арену. Но на этот случай у меня есть аргументы. Если бы я был полнейшим задротом, у меня бы была двенадцатая арена, которой нет. Всякие соревнования в игре открываются с восьмого уровня. У меня на данный момент был седьмой. Нужно было как-то добить один левел, чтобы стать немного значимым. Я решил качнуть элитных варваров. Лучшие войска на данный момент в игре. Только ими я и играю. Да и вам советую. Кстати, если вы играете элиткой, то 17 мая всех приглашаю на парад лучших игроков. Хотя стоп, есть же люди, которые не знают, что это за дата. Для вас гугл в помощь. Прокачав свои войска, я понял, что нужно наконец-таки вытащить легендарку. И приобрести супермагический сундук. Что ж, ребят, мне надоело монтировать ролик. И поэтому я решил просто записать открытие сундука. Плюс еще получить 500 гемов и 1000 монет. Давайте попробуем это сделать. Нажимаем. И что нам выпадает? Да, купить за 5 долларов почему бы и нет. И блин, мне нужно ввести пароль. Это очень сложно сделать. Особенно, когда ты этого пароля даже и не знаешь. Не знаю, честно говоря, правильный пароль я ввел или нет. Но платеж выполнен. Как часто вы подтверждаете пароль? Каждый раз я подтверждаю пароль. Платеж выполнен. Это замечательно. И что у нас тут? Да, вот он. Так, извиняюсь. Сколько сняло? Блин, это дофигища. Ну ладно, это 5 долларов. Я знал, сколько. Придется, конечно, потратить, но все-таки. Дальше. Хижина гоблина. Редкая карта. Ерунда какая-то. Хижина варваров. Редкая карта. Опять не повезло. Адская башня. Хотелось бы, конечно, прокачать адскую башню. Но я уверен, на 100% у меня это не получится сделать. Что это за значок с Wi-Fi? У меня есть Wi-Fi. Не тупи. Спасибо большое, гигант. Стрелы. Обычная карта. Принципическая карта. И что у нас последнее? Что же ждет нас последней карты? Да, я это сделал. Понимаете? Вот понимаете? Я чувствовал, что сегодня, именно сегодня нужно открывать этот пак, этот сундук. Пламенный дракон. Вы понимаете, да? Я всегда, когда открываю супермагические сундуки, я чувствую, я просто чувствую, что выпадет легендарная карта. Это пламенный дракон. Нечему радоваться, конечно, потому что пламенный дракон это хорошая карта. Нет, это хорошая карта, но я ее не использую в колодах, но все-таки я ее выбил, а это уже хорошо. Что ж, нажимаем. Да, отлично. Далее распродано. Окей, я не против. Главное то, что я выбил то, что мне нужно. И все. Что мы сейчас сделаем? Сейчас я, конечно же, продемонстрирую вам пару атак, как я и обещал в начале. Так, нажимаем сюда. Я очень много раз проигрывал, но иногда были победы, и вот одна из них. Это очень интересная победа. Я не знаю, я играл либо против рака, либо я играл против хорошего игрока, но мне просто повезло. Но суть этого сохранения, да, сохранения, скажем так, в общем, не важно. Суть данного, данного боя в том, что я играл против девятого уровня. На девятом уровне одни прокаченные войска. А я как-то очень легко, ну, довольно легко победил. Да, он пытался контратаковать, вы посмотрите, даже выпускал свои войска. Вот, выскочил мушкетер, выскочил рыцарь. Он идет на меня, тут выпускаю башню, потом скелетами добиваю. Он пытается контрить, но у него это, по сути, не получается. Дальше я выпускаю рыц... не рыцаря, как его звать. Я его называю майнкрафтером. На самом деле это не так, но все-таки он на него похож. Роет землю, и хорошо. Да, я немного нанес урона, но на тот момент я еще не предполагал, что я на самом деле снесу башню. Но, как вы видите, вроде бы, вроде бы как мы справляемся. Следующая атака, кстати, будет в прямом эфире. Я покажу, как с Алию бой. Ну, и в целом, наверное, на этом мы завершим. Главное сейчас, конечно же, добить эту башню. Я лупил ее чисто вот этим вот одним шахтером. Потому что шахтер просто тачит. Плюс здесь он даже не решил блокировать моих скелетов. Я не понял почему, но... Окей, так и быть. Дальше опять же начал пользоваться адской башней. Она довольно интересно смотрится. Плюс уничтожает кого угодно. До нее добраться очень сложно. На самом деле, я когда играю против адской башни, иной раз, чтобы ее вынести, приходится использовать, ну, несколько войск. Сразу же несколько войск, нежели там выпустить кого-нибудь. Там гиганта, допустим, того же самого. И он разнесет. Нет, здесь, как вы видите, все сработано было на ура. Мы разбили одну башню, чего я и хотел. И, конечно же, получил одну звезду и вышел победителем. Так, давайте еще откроем золотой сундук. Я уверен, что если это сделать, то мне выпадет легендарка. Нет, эпическая карта, но эпическая карта тоже неплохо. Ну и самое главное, самое главное, где же? Где же эта легендарка? Блин. Я ее потерял. Вот она. Улучшить. Сразу же 5000 трачу, но улучшая ее до второго уровня. Пламенный дракон, ты шикарен. Отлично. И что у нас дальше? А дальше у нас, опять же, нажимаем бой. И посмотрим, как я солью. Очень быстро солью. Против восьмого уровня. Удачи. Спасибо, чувак. Большое тебе спасибо. И тебе удачи. Ну, давай теперь посражаемся. Я не знаю, честно говоря, кого выпускать. Попробуем принцессу. Да, начнем с принцессы, потому что больше некого. Блин, лучше бы я там принцессу пустил. Ну, ладно. Wi-Fi, не мешай мне, пожалуйста. С тобой и так очень много проблем. Здесь я разрядик пущу, а дальше добьешь. Отлично. Так, здесь он выпустил летающую. Да-да-да, это супермуха. Я называю ее супермухой. О нет, блин, он этого драконом выпустил. Да что ж такое. Это легендарная карта, она меня очень сильно бесит. Зачем он выпустил здесь заморозку? Для чего? Он думал, что я ее контратаковать буду? Или... Я не знаю, честно говоря. Что он думал, как он думал. Но, как вы видите, блин. Тише, 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 тише. Не разноси. Давай, давай, давай. Стреляй один раз. Один раз выстрели. Супер. Просто супер. Так, пока что все идет не очень-то и хорошо, если честно. Я ожидал чего-то большего. Ну ладно, сейчас накоплю. Получается 9 эликсира. Контрить я там ничего не буду. Это бессмысленно. Я думаю, башня справится. Ну, даже если и не башня справится, то кто-нибудь да справится. Так, выпускаем сразу же муху. Это моя тактика. Добиваем муху. Отлично. Блин, одна муха осталась в живых. Она сейчас добьет мою валькирию. Ну и 364 всего-то. Ладно, ставим снова адскую башню. Пока что будем атаковать именно адской башне. Кто-то даже смотрит эту атаку. Блин, странно. Ну да, карта не выбрана. Потому что я хотел посмотреть, кто смотрит. А, видимо, этого нельзя сделать. Выпускаем мушкетера. И нет, он не справляется. Здесь я вообще должен был как-то, я не знаю, контратаковать. У меня должен был быть шар какой-нибудь. Но, как вы видите, не повезло. Блин, что это он сделал тут? Э, ушел со своими мухами. Отлично. Так, дальше мы вот так вот выпускаем. В любом случае, я добью его вот эту вот башню, как только у меня шахтер появится. Поэтому даже особого смысла не вижу. А хотя нет, мне даже шахтер не потребуется. Отлично, мы только что ее добили. Не-не-не, муха, меняй в свою сторону. Блин, там дракон. Что сказать? Что сказать сейчас? Я даже и не знаю, что сказать. Потому что это очень сложно. Это очень сложно. Так, нет. Ну вот так, паника, началась паника. Блин, заморозил. Заморозил, вы посмотрите просто. Так, давай, 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 давай. Гаси, гаси, гаси. Отлично. Гаси, давай, гаси. Ну, блин, давайте, гасите. Гасите, гасите. Фу, хорошо. Мы справились, мы справились. Шесть, шесть секунд остается. Шесть секунд. Пускаем туда. Шахтер. Отлично. Конец боя. Я прошел. Я победил. Получай. Фу, это было сложно. Это было очень сложно. Но все-таки, все-таки я этого добился. Так, зарабатываю одну корону. 2125 кубков. Как весело. И да, давайте сейчас что-нибудь еще откроем. Например, серебряный сундук. Почему бы и нет. Остается всего лишь два гема. Тратим. И что нам тут выпадает? Ничего интересного. Хотя миньоны это более-менее. Я миньонами пользуюсь. Они меня довольно часто выручают. Раньше у меня был огненный шар. Но я решил использовать миньонов. Что ж, ребят. На этом все. Мы выбили легендарку. Роликов опять не будет два месяца. Но вы их ждите. Главное, вы их ждите. Хотя, может быть, через несколько дней залью еще один ролик, где выбью легендарку. Хотя, маловероятно, такие предложения не каждый раз выпадают. Но все-таки. Всем большое спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok